добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня мы с вами поработаем с шитьем но те уроки которые будут сейчас показывать мастер-классы это не именно к шитью это вы также можете окантовать абсолютно любые ткани точно также у тебя контует лен точно также будете окантовать вышивку сетку с вышивкой все что угодно не важно сегодня мы работаем с шитьем мы покажем я покажу вам как окантовать подгибку низа и застрочить то есть как окантовать низ вот такого изделия низ платья и еще покажу как вот такой сточной шов окантовать прежде чем мы начнем окантовать нужно заготовить бейку у меня ткань точно отрезана по косой поэтому всегда в руках линеечка точно по косой нити у нас вырезан материал отрезан материал ткань линеечка всегда под руками чтобы нам проверить вот эту вот видите что я вот так вот все проверила чтобы у меня все было идеально ровно у вас даже не получится не ровно сотрезать потому что у нас уже выровняно это раз а второе очень хорошо вот так вот прижимать линеечку потому что очень легко все сдвинуть а представьте если вы будете делать из шифона а у нас сейчас очень тонкий батис тонкий-тонкий абсолютно тончайший и когда вам нужно окантовать любую вещь вы швы окантуете подгибки низа или неважно что вам нужно примерно представлять сколько вам нужно бейки и заранее заготовить бейку вот на все операции и когда у вас же беечки заготовлены висят под руками в процессе шитья вы берете каждую следующий бейку с ней работаете не надо организовать свою работу так что сделали одну беечку окантовали один шов нужно окантовать другой шоу бежим окантовать следующую беечку как-то это организация труда так себе организуем себя правильно и вот вы выложили вашу ваш материал ровно по косой выложили край под линейку и сразу наносите побольше сколько вам там нужно бег мне вот надо две полоски вот я рисую две полоски обратите внимание как тщательно я работаю чтобы ничего не сдвигалась у нас очень много вопросов поступает как работать шелком как работать с сеткой как работать шифоном как работать батистом с орган зой с тонкими материалами а вот так тщательно аккуратно все проверяя контролирую все своими ручками тщательно тщательность и еще раз тщательность больше ничего плывет во все стороны аккуратно видите как я стараюсь это хотя бы даже не шифон батист но он ведет себя как шифон настолько тонкий это просто вообще нереально конечно кто будет работать впервые пожалуйста найдите себе хлопковый батист этот батист у меня шелк и вискоза причем большой процент шелка вот видите не так страшно не так страшно как кажется но тем не менее тщательность нужна видите как я стараюсь не сбиться с линии нисколько не на один миллиметр это очень важно и вот я вырезала две такие бички косые сейчас моя задача отправиться на утюг и заготовить бейки перед нами косая полоска 3 сантиметра шириной мы должны заутюживать сейчас ну примерно по 7 миллиметров кто вот вообще себе не верит разметьте поставьте маркером термомаркером чуть-чуть серединку ну думаю что это не надо делать вот так вот 7 миллиметров приблизительно 7 миллиметров прикалываем к доске и вот так вот аккуратненько будем заутюживать есть такие знаете приспособления которые делают бейку но они немножко вытягивают эти приспособления тонкие ткани сильно тонкие ткани и на них делать сложное вот таким образом вы все это утюжите до конца задача самое главное не растянуть в длину потому что малейшее подтягивание в длину даст сразу очень узкую бейку она вытянется уйдет в длину и теперь вторую сторону точно так же все то же самое не растягивать немножко я взяла первый раз шире чем надо на миллиметрик будьте внимательны ну и те кто конечно будет делать из чего-то синтетического каких-нибудь там сеточек полистырчиков будьте аккуратны потому что очень легко все сжечь синтетику теперь наша задача сутюжить пополам но во время окантовки нам нужно чтобы нижняя сторона была на миллиметрик больше чем верхняя поэтому мы сейчас не складываем вот так вот точно пополам а вот так вот один миллиметр не доходим вот эти вот срезы чтоб не эти сгибы чтоб не совпали что за иголка которая не про не протыкает теперь вот так вот заворачиваем и вы видите что верхний изгиб не доходит на один миллиметр до нижнего это очень важно это партнерские секретики которым мы с вами делимся мало пару а то сожжу себе пальцы как я для чего мы не доводим на один миллиметр области не совмещаем сгибы вы увидите сейчас когда я начну шить и не растягивать длину не надо ее так подтягивать и так всю до конца прекрасно и самое главное не делать вот таких вот движению утюгом это ужасно портит бейки вытягивает и лишает их формы движение утюгом только вот такие сверху вниз я думаю что мне одной даже и хватит кусочек прошьем мы по подгибке и кусочек прошьем по окантовке вы видите все бейку что на один миллиметр одна сторона больше 2 меньше ткань лицом наверх лицом наверх вот это лицо вот это изнанка и мы закладываем ткань прямо в бейку на нее так самого края конечно а вот так вот чуть подальше внутрь вкладываем и оборачиваем благодаря тому что у нас нижняя часть чуть чуть больше на миллиметрик она прекрасно будет захватываться и будем строчить сейчас вот в край один миллиметр можно приметывать но приметывание косой бейки тоже имеет свои нюансы и иногда приводит к неточностям вот так у вас будет чуть-чуть кажется дольше зато надежнее начинаем шить очень хорошо иголочкой туда все вправляем не растягивая не подтягивая бейку аккуратненько вставляем вот туда внутрь наше шитье и прошиваем вот так вот в краюшек кто думает что это все вы ошибаетесь мы не можем оставить изделие вот так вот с таким вот низом где у нас будет просто по краю вот такая вот рабочая бейка мы будем застрачивать наизнанку мастер-класс очень важный будьте любезны будьте внимательны хлопковая ткань а вот это у нас хлопковая ткань имеет такую форму устойчивость что нам легко и туда вставить конечно если будет у вас шелк или что-то такое более скользкая вискоза штапель или еще что-то вам будет труднее но хлопок достаточно благодатная ткань для для того чтобы с ней работать видите что создается впечатление что я шью ровно а на самом деле я шью ровно а почему потому что вот эти дырочки внутри постоянно вот тут создается разное такое вот как сказать разная плотность изнутри дыр там дырочки там вышивка там просто батис и получается у нас что у нас вот такая как бы неровная строчка ничего страшного у вас точно также будет получаться поэтому не обойти вы шьете не ровную ткань не так сложно работать с житьем самое главное мы должны быть уверены что мы захватываем здесь нижнюю часть сейчас я при утюжу всю эту красоту и покажу вам что делать дальше заметываем на изнаночную сторону без переката маленькими стежками не надо чтобы вот здесь вот выходил из шитью шитью вот так вот прячем туда и по изнанке шьем сейчас мы посмотрим как это будет выглядеть с лица как это будет выглядеть с изнанки таким образом вы будете делать подгибку низа самое главное что вот там где у нас дырочки там не за что захватывать но не важно важно чтобы мы были уверены что все делаем правильно вот так это будет выглядеть с лица тут еще будет строчка дополнительная здесь нигде не будет видно этого вот нашего там ну как сказать этого самого кружева самого шитья само шитье край жестко хорошо очень спрятан в этой окантовки всегда будет чистый край вот что у нас получилось теперь мы отсюда с изнаночной стороны будем строчить 1 миллиметр побейки аккуратненько шьем по краешку бечки очень надежно спрятали обрезанный край очень надежно абсолютно точно никогда ничего у нас не будет вот это вылезать вот так вот с лицевой части выглядит наша подгибка низа вы видите что очень надежно убраны вот эти вот все какие-то там края дырочек еще что-то там ниточки лохмоть от шитья где-то вы видите все очень надежно вот таким образом вы будете подгибать у вас никогда не будет проблем эту вещь можно стирать она никогда не рассыпется что очень важно теперь смотрим сюда будет окантовать шов но для того чтобы кантовать он тут у меня сантиметр а мне надо сделать но чуть-чуть как большое а здесь одна строчка просто нужно взять нашу бечку заутюженую на один миллиметр шире один меньше и большую сторону в нижнюю часть шва а меньшую сторону сверху я сейчас поставлю одну булавочку и начинаю шить ничего не примет его вот так вот вы будете сразу два среза вкладывать бечку внутрь огибать и прошивать пальчиками вы чувствуете то что она полная внутри аккуратненько вы видите так раз и огибаем эти вещи конечно лучше не сметывать во время сметывания все сдвигается деформируется так у нас смотрите ровненько красивенько сегодня мы с вами прошли как работать с шитьем но точно также вы будете работать с другими тканями это не обязательно урок по шитью это просто как ну конечно как бы подгибать шитье или вышитые какие-то ткани это очень важно там где есть дырочки сейчас посмотрим как с одной стороны так и с другой стороны с изнаночной стороны мы абсолютно точно захватили край а то бывает что с этой стороны шьешь а с этой стороны не понимаешь где край но так как у нас немножко шире все очень надежно идеально осталось только разутюжить и все вот так вот в одну сторону шовчик посмотрите не шовчик а красавчик прямо красавчик я так считаю что это красавчик мы показали как окантовать сточной шов и как делать подгибку низа я всем желаю успехов в творчестве не бойтесь находить интересное решение не бойтесь сложных тканей я думаю чем интереснее будут ваши вещи чем тем вы комфортнее себя в них будете чувствовать я это знаю просто по себе на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки делитесь нашими видео в соцсетях подписывайтесь на наш канал всего хорошего с вами были мы паук штырина михайловна и вся наша команда